16 марта 2023 года в усадьбе Сукачева открылась выставка «Иркутск театральные годы и люди. Век 20-й». Выставка знакомит в первую очередь с известными артистами, режиссерами, художниками, внесшим достойным вклад в театральную летопись Иркутска и России. На выставке представлены редкие афиши и программы спектаклей иркутских театров 30-80-х годов 20-го века, эскизы декораций и костюмов, фотографии, документы, личные вещи, а также портреты мастеров иркутской сцены, написанные талантливыми художниками. Всего представлено более 100 экспонатов. Выставка посвящена истории театрального Иркутска 20-го века. Это в первую очередь актеры, режиссеры, художники, которые вложили в развитие нашего театра, наших театров иркутских, свою душу. Мик наступил бесцельно, В этом вся жизнь моя. Я выхожу на сцену. Здравствуйте, вот он я. Верьте в мое старание, Слово я вам даю. Все, чем живу, сыграю, Все, что смогу, спою. Все, чем живу, сыграю, Все, что смогу, спою. Так уж актер устроен, Радуясь или скорбя, Он оставляет в пробе Часть самого себя. Слезы и смех наш бодрый, Нашу мечту и бой Можно назвать работой, Лучше назвать судьбой. Можно назвать работой, Лучше назвать судьбой. В ней мы кричим от счастья, Встретив свою любовь, И умираем часто, И воскресаем вновь, И никогда не тужим Бедам любым на зло. Нам согревает душу Ваших сердец тепло. Нам согревает душу Ваших сердец тепло. Даже стареть не страшно, Все еще верю я. Встретится мне однажды Лучшая роль моя. Встретится мне однажды Может быть, главная роль Моя. Всем здравствуйте! Всех приветствуем в усадьбе Владимира Платоновича Сукачева. Сегодня мы открываем выставку Иркутско-театральный Годы и люди, век 20-й, Которая посвящена Театральной истории нашего города. То есть на выставке Представлены Редкие афиши, Программы Наших иркутских театров. На разных площадках, На разных уровнях Мы всегда с гордостью говорим, Что Иркутск это Театральная столица, Как минимум в Восточной Сибири. Ну а Иркутский Академический драматический театр Это всемирно известная Театральная площадка, Которая реализует Замечательные театральные проекты, Фестивали разного представительского уровня. Ну и, конечно, Замечательные спектакли. И сегодняшняя выставка Это замечательное тому подтверждение. Я от всего сердца благодарю Инициаторов выставки. Благодарю всех тех, Кто поделился своим личным архивом, Экспонатами для Этой замечательной экспозиции. Благодарю организаторов выставки, Потому что для них это большая удача. Я уверена, что выставка будет востребована, Интересна. Я вот пришел И, честно говоря, И себя в молодости вспомнил. Я тоже, вот, девочки, Я был молодым. Вот тут тоже, понимаете, как. И когда был Тятька наш, И когда Климов, Его называли Сибирским Варламовым, Иван Николаевич Воевал На Ленинградском фронте, Лежал в окопах под Лугой, Был ранен. Это был такой души человек. И вот сегодняшняя выставка, Я смотрю здесь, кроме наших актеров, Вести актеры музыкального театра, Бывшая перед этим, И актеры Тюза, Но мне, для меня, Близки наши. И, вы знаете, Как-то так сердце наполняется любовью. Наверное, потому к нам и зрители ходят, Наверное, потому мы академические, Наверное, потому у нас и премий много, Что вот эти люди Заслужили и создали ту ауру Любви, добра И таланта. Ну, ко всему прочему, Я еще и театрал, Иркутский театрал С полувековым стажем. Ну, естественно, Юность – это театр кукол. Естественно, Детство театр кукол. Юность – это тюз. Тюз времени Титова, Кокорина, Казимировского. Драмтеатр времени Жезмера, Кокорина, Болдырева и так далее. Ну, и я вижу здесь молодых людей. Это, я так подозреваю, Театральное училище. В Театральном училище Я регулярно бывал По приглашению руководства. На выпускных испытаниях. Вот, и мне довелось побывать, Я до сих пор помню, Как в дипломном спектакле Участвовала Ольга Шмидгаль. Как в дипломном спектакле Участвовал Николай Константинов. Как выпускные экзамены, Как в училище зовут Валентина Санна, Царствие небесное, Дулова ставила. Ну, и так далее. Ну, про москомедию я молчу, Ну, туда я тоже заходил иногда, Поскольку учился в 15-й школе Прямо напротив москомедии. Вот это первый момент. Второй момент, О котором никто не знает. Значит, дело в том, Что вся моя жизнь связана С центром Иркутска. И юность прошла На улице Володарского 9, Где на втором этаже Жили Ягунов Виктор Пантелеймонович И Панасюк. Где на пятом этаже Был солист Москомедии Пасиков. А потом Мне довелось Пожить некоторое время На улице Литвинова 4. И соседями по подъезду, Соседнему подъезду Был Виталий Константинович. Где соседями были Александр Зинович Берман, Людмила Тарасовна Слабунова. И вот так судьба сложилась, Что в этом доме Сейчас живет Организатор Сегодняшней выставки. Юрий Дмитриевич Майорников На том самом этаже, Где в свое время Жил я. А что у вас завтра идет В театре? Колесо жизни. Рахимов. Сам автор пообещал Завтра прийти Посмотреть, Как я играю Родча Шехина. А вы играете Родча Шехина. И вы говорите, Что вас невозможно смутить, Сбить с толку. Да. По-моему, Это гнилая задача. Хотите заклад На шесть бутылок Ахитинского И на шесть шашлыков? Не хочу. Почему же? Мало. По десяти того и другого. Плюс кофе с Бенедиктином. Молодой человек. Вы или далеко пойдете, Или плохо кончите. Согласен. Таким образом И состоялась Это странная парень. Шел второй акт Колеса жизни. У меня только что Кончилась бурная сцена С любимой девушкой, Которая заявила мне, Что любит не меня, А другого. Кто это другой? Спросил я крайне мрачно. Это вас не касается, Гордо ответила она, Вбегая за дверь. Свою роль я хорошо знал. После ухода Любимой девушки Я должен был Схватиться за голову, Поскрежетать зубами, Уткнуться головой В диванную подушку, Вынуть из кармана револьвер И приставить к виску. В этот момент Хозяйка дома, Которая тайно любит меня, А я ее не люблю, Вбегает, Хватает меня за руку И, рыдая на моей груди, Признается в своем чувстве. Такие пьесы по секрету скажу, Играть мне трудно, Еще проще писать. Так вот, Я уже схватился за голову, Поскрежетал зубами, Уткнулся головой В диванную подушку, Как Пока моя дверь Распахнулась, И худощавый молодец, Тот самый, Который взял подряд, Как бы то ни было Смутить меня на сцене, Этот самый молодой человек Вышел на первый план Самым непринужденным образом. Ну, здравствуйте, Чешихин. Здравствуй, Вася. Только ты сейчас зашел не вовремя. Может быть, заглянешь в другой раз. Ну, вот еще глупости, Сказал Беловолосый, Развалившись на диване. А чего так посиди, Поболтай? Публика ничего не замечала, Но за кулисами Зловещий шум все усиливался. Я задумчиво прошелся по сцене. Вася, Сказал я значительно, А ты знаешь, Лидия Николаевна? Ну, конечно, Конечно знаю. Препетитная девчонка. А, Так это значит, Ты тот, Из-за которого она отказала мне. Суфлёрская будка вдруг опустела, Но я от этого почувствовал себя Еще увереннее и легче. Ты отвечай, Негодяй. Бросьте, Поговорим о чем-нибудь другом. О другом? Заревел я, Трожествующе поглядывая на автора, Который метался в директорской ложе, Как лошадь на пожаре. О другом? Ты довел меня почти о другом, И теперь хочешь говорить о другом? Я бросился на него, Стал ему колено на грудь, И стал колотить головой о спинку дивана. Отвечай, Как у вас далеко зашло? Пустите меня, Медведь, Вы так и задушить можете, Шо, Так не понимаете, Что ли? Пустите, Я уйду. Смерть тебе, Вскричал я со злобным торжеством, И так стукну его о спинку дивана, Что он крякнул и свалился на пол. Вскричал я театрально заламбывая руки. Воды, Воды этому несчастному! Я схватил перфин с водой, Вылил щедрую струю на горчившее тело Васи. Очнулся, Обрадовался я, А теперь иди, несчастный, И постарайся на свободе обдумать свое поведение. Я схватил неудачливого Васю И вышвырнул в боковую дверь. Прислушался, По мягким звукам, ударам И по заглушенным крикам за кулисами, Я понял, что передал неудачливого Васю Верные руки. И так, Вот кто ее избранник. Нет, Лучше смерть, чем такое сознание. Дальше все пошло как по маслу, Я вынул из кармана револьвер, Из боковых дверей выбежала любящая женщина. Одним словом, Я опять встал на рельсы, С которых меня попробовали стащить так неудачно. Колесо жизни завертелось, В ложе показался успокойный автор. После спектакля Мне подали в уборную записку. Жрите сегодня ваше вино, И шашлык без меня. Я все оплатил. Иду сохнуть и расправляться. Будьте вы прокляты! Целью нашего общего визита на выставку Было посмотреть афиши и билеты, Самые первые вообще. И выполнить что-то подобное в похожей стилистике, С теми же шрифтами. Я думаю, что выставка замечательная. Нам, как актерам будущим, Которые относят себя к этому миру, Важно, нужно и очень любопытно знать о людях, Которые были до нас, Которые внесли огромный вклад, Которые открыли много нового, И которые в истории остались большими и значительными. Первые впечатления очень приятные. Во-первых, здорово сделана технически выставка, Интересно пройтись и посмотреть на портреты, На фотографии. Здорово, что присутствуют живые элементы, То есть картины, которые написаны маслом, Оригиналы, то есть это не фотографии, Не распечатки, не взятые из интернета, А вот настоящая история. Я считаю, что такие выставки, они очень нужны, Особенно сегодня это будет полезно И для молодежи, и для обычного населения. Это очень интересно, и мне кажется, Что это стоящая вещь, куда стоит обязательно сходить. Очень уютная, очень теплая, красивая. И она разноплановая, Поэтому нет ощущения, что все какое-то монолитное, Очень воздушное. И здорово, что здесь такие уютные залы, Приятное, живое дерево в сочетании с самым живым искусством, Это потрясающе. То, что вот наша память об этих людях, Она должна быть вечной. Мы должны своим потомкам передать, А потомки нашим потомкам. И чтобы наши внуки говорили своим внукам, Что вот был в Иркутске Лещов, Был в Иркутске Терентьев, Был в Иркутске Венгер, Был в Иркутске Ягунов. И поэтому вы сегодня ходите по красивым улицам, Видите красивых женщин, Видите красивых людей, Потому что вот то добро заложили эти люди. За это большое спасибо вам, вашему музею, Что вы это поддерживаете, И это сейчас внедряете в души нашей молодежи. Спасибо большое. Когда видишь эти лица, Я всегда думаю, Вот если бы эти все актеры, Они вошли бы сейчас в это помещение, И сказали бы свои слова о жизни, О любви, Вообще о том, О чем они мечтали, И что они осуществляли, Выходя на сцену. Это было бы, конечно, прекрасно, Просто прекрасно, Потому что мы помним их до сих пор, Помним, Каждого помним, С их выражениями, С выражениями слов, Выражениями лица, Отношениями к каждому. Они любили молодежь, Они любили молодежь так, Как любим мы сейчас молодежь. Они многому нас научили, И они были гордостью Не только Иркутска, Но и, мне кажется, нашей Сибири. Что умеет вызвать в нас Смех, то горький, То веселый, Правды жизни без прикрас, Ни одним своим талантом Он и тем еще нам мил, Что и в жизни, Как в искусстве, Только правде он служил, Что, свершая путь свой честно, Чужд интрига стал сон, И не ходит к сильным мира С низкой лестью на поклон. В том сознаются, конечно, Даже все его враги, Что товарищам ни разу Не подставил он ноги. И счастлив вдвойне, Кто может так, как он, Прожить свой век, Всемечтимый, как художник, Как хороший человек. Представляйте, сто лет, да? Вот так вот. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok